Здравствуйте! В эфире ЛТВ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Были различные вопросы, но все они касались вопросов объектов культуры, ну и все, что связано с деятельностью работников культуры. Депутат Государственной Думы Алла Полякова посетила Люберцы с рабочим визитом. Строительство детского сада на поселке Вуги идет в активной фазе. В поселке Вуги продолжается строительство детского сада. С праздником всех схождений в Донбасс и Новороссии в территорию России. В округе отметили вторую годовщину принятия в состав России новых территорий. Я второй раз в участии в прошлом году ездил, ну, не победил, но в этом году я готовился год, получается. И вот сейчас выиграл первый турнир. Первый турнир выиграл уже. Состоялись отборочные соревнования по масс-рестлингу на первенство региона. А теперь подробнее о всех событиях. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. А в итогах проделанные работы за прошедшую неделю отчитались у руководителей силовых ведомств и структурных подразделений. Подробности далее. В целях контроля соблюдения иностранными граждан миграционного законодательства в городском округе Люберцы создана интерактивная карта с указанием 63 хостелов, 5 гостиниц и 8 мини-отелей для их обследования и проверки. Кроме того, администрации выявляются незаконные хостелы и отели в целях их дальнейшего сноса. В настоящее время подано 8 исковых заявлений, 4 иска уже были удовлетворены до этого, и 2 хостела снесено. Кроме того, во взаимодействии с отделом по вопросу миграции еженедельно проводятся рейды по контролю за соблюдением действующего миграционного законодательства. А также актуализируются и направляются в адрес МОМВД России Люберецкая списки так называемых резиновых квартир. В ходе проведенных рейдов в 2024 году решениями Люберецкого городского суда выдворено 680 иностранных граждан. Составлено 871 протокол за нарушение иностранных граждан правил въезда или пребывания на территории Российской Федерации. Следующий доклад о благоустройстве Натальи Николаевны Романцова. Пожалуйста. Реконструкция Наташинского парка. Один из важных вопросов, очень беспокоящий наших населения. Работы этапа 23-24 входят в завершающую стадию. Изначально, как и говорили ранее нашим жителям, в объемы работ на 2024 год не входила дальняя часть парка. Благодаря поддержке Министерства благоустройства Московской области у нас появилась такая возможность для того, чтобы жители уже летом следующего года могли прогуливаться в этом парке комфортно. К работам, совмещая процесс 2024 и 2025 года, мы сейчас уже приступили. Несмотря на то, что период благоустройства у нас подходит к завершению, мы все равно не стоим на месте и хотим сделать дополнительные виды работ из муниципального бюджета городского округа Люберцы. Что у нас запланировано? Запланировано у нас устройство четырех детских площадок, одна детская спортивная площадка вместе с коробкой в поселке Мирный, 29 пешеходных коммуникаций, то есть те самые народные тропы и две лестницы и по многочисленным просьбам жителей две площадки для выгула собак. Также объемный и серьезный вопрос для нашего округа связанный с дорогами. У нас несколько трасс находятся в стадии реконструкции, строительства. Это такие серьезные федеральные трассы, как М5 Урал, обход Октябрьского, это Юла, которая реализуется, это также дублер Егорьевского шоссе, Октябрьский проспект. Много улиц, много проспектов, которые ремонтируются и о которых должны знать наши жители. В настоящее время продолжаются работы по первому этапу реконструкции Октябрьского проспекта. Ведутся работы по строительству тротуара на объездной дороге от стадиона «Торпеда» до улицы Волковская под путепроводом. Также ведутся работы по монтажу перильного ограждения и строительству тротуарной сети вдоль эстакады. Продолжаются строительно-монтажные работы в рамках строительства подземного пешеходного перехода на пересечении улиц Красной и Октябрьского проспекта. Выполняется обустройство лестничных сходов и прилегающих территорий. Ведется внутреннее обустройство подземного перехода, а именно монтаж и наладка инженерных сетей. Ведется подготовка поверхности перекрытия гидроизоляции. Длина нового подземного перехода составит более 93 метров, ширина и высота свыше 4. Планируемые сроки сдачи объекта – 2 квартал 2025 года. Продолжается строительство и реконструкция автомобильной дороги М5 Урава, вход поселка Октябрьский. По состоянию на 1-е 10-е 2024 года заканчиваются строительно-монтажные работы по устройству барьерного ограждения, шумозащитных экранов, установке дорожных знаков и нанесению разметки. Полная готовность объекта составляет 98%. В рамках конституционного соглашения правительства Московской области, подписанного с инвестором ООО «Метк», ведется реализация автомобильной дороги «Дублер» Егоревского шоссе с четырьмя полосами движения. Строительство автодороги запланировано на участке от города Люберцы до деревни Кошарева. Общая протяженность составит 36,3 километра. Начало строительства запланировано на начало 2025 года. Планируемый срок завершения строительства – декабрь 2027 года. Реализация «Метк» перенаправит транспортный поток, что позволит разгрузить как Октябрьский проспект, а также сократить время пути в Москву на 30 минут. Вот. Коллеги, все вопросы подробно рассмотрели. Будем заканчивать. Всем хорошей рабочей недели. Депутат Государственной Думы, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Алла Полякова провела в Люберцах выездное совещание. Вместе с министром культуры и туризма Московской области Василием Кузнецовым, депутатом Мособлдумы Дмитрием Дениской и главой округа Владимиром Волковым, она посетила Центральный парк и два учреждения культуры. Тему продолжит Богдан Колесников. Первая локация – детская школа искусств номер 3 в посёлке Вуги. В конце 2018-го здание, построенное 70 лет назад, закрыто. Последний раз здесь проводили капитальный ремонт в 1975 году. Там стоял рояль, и здесь дети как-то пытались танцевать. Вот, это также был хореографический класс, но вот оттуда идёт трещина от фундамента до крыши. Всех детей, а в школе занимаются 570 человек, перевели в расположенную рядом общеобразовательную школу. Но занятия на музыкальных инструментах мешают учебному процессу, а классов на всех не хватает. Решение о капремонте учреждения дополнительного образования уже есть. В Минстрой ГОРБ есть эта программа, 87,5 миллионов. По нормативу, который с МАФом утверждён, это нормальная сумма. А дальше, если будет корректировка, значит, будет увеличение и так далее. А госпрограмму уже включили, потому что у нас данных таких нет. Уже включили, с нашим согласовали, 25-26 год. Масштабная реконструкция коснётся и Люберецкого дворца культуры. Летом здесь заменили входные группы, расширили фойе, отремонтировали на первом этаже коридор и хореографический класс. Но капитального ремонта в здании 1961 года постройки не было ни разу. В следующем году по программе Министерства благоустройства будет сделан парк в один или два этапа. И понимаем, что, конечно, у нас остаётся дом культуры Люберцы. И мы видим, какой запрос есть. Он до этого не стоял в программах по капремонту. Но сейчас, конечно, задача, которую мы обсуждаем, подумать, как комплексно подойти к такому большому участку, чтобы все учреждения, которые находятся на этой территории, конечно, были достойны и были приведены в порядок. Уже в общественной приёмной партии «Единая Россия» парламентарии передали участникам СВО оргтехнику. На просьбу бойцов откликнулись сразу. Я обратился буквально дня три назад. Помощь оказана очень быстро. Принтер нам нужен был для распечатки тактических карт формата А3, и печатывания боевых распоряжений, и также благодарности в этом плане. На приёме граждан, которые провели депутат Государственной думы Алла Полякова, министр культуры Московской области Василий Кузнецов, депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско и глава-люберец Владимир Волков, обсудили более десяти вопросов. Капитальный ремонт школы искусств, поддержка детских театральных студий, увеличение стимулирующих выплат работникам культуры. Были различные вопросы, но все они касались вопросов объектов культуры, ну и всё, что связано с деятельностью работников культуры. Все уходили в отличное настроение, потому что получали на свои вопросы ответы, понимание, как эта проблема будет решаться. Ну а мы, как депутаты, вместе с Дмитрием Валентиновичем, возьмём всё это на контроль и будем вместе осуществлять всё задуманное, чтобы жители и городского округа Люберца, и нашего Подмосковья получили новые объекты и могли развиваться в творчестве и в культуре. Все обращения жителей зафиксировали и взяли в работу. Многие решили на месте. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Люберецкое телевидение. 27 сентября в городском округе Люберца стартовал отопительный сезон. Это стало главной темой встречи с председателями многоквартирных домов. Сотрудники администрации и представители ресурсоснабжающих организаций проинформировали об этапах вхождения в осенне-зимний период. А жители округа, в свою очередь, задали экспертам интересующие вопросы. Подробности в следующем сюжете. Решение о старте отопительного сезона в городском округе Люберца было принято на прошлой неделе. В первую очередь тепло появилось в социальных объектах. А уже с 1 октября началось постепенное подключение многоквартирных домов. Запуск отопления – процесс, требующий времени. Поэтому на первоначальном этапе у жителей всегда возникают вопросы. У нас есть школы, которые запитаны у жилых, привязаны к жилым домам, к жилому фонду. Это порядка 11 школ, которые остаются. Их дозапускаем и параллельно запускаем тепло в жилые дома. Поэтому вопрос синхронизации работы, утечки, протечки, завоздушивания и скорость реакции на те обращения, которые поступают от жителей, она, конечно, должна быть моментальной, не затягивая, не перекладывая. Уже теплоносители пытаются на жилые дома. Пока в очень сидящем режиме. И, по большому счету, жители в основном этого замечать не будут. Единственное, что будет немножко подсушиваться квартира после сырности небольшой. Поэтому в данном случае мы идем по графику. Спасибо всем причастным. И отдельно Люберецкой теплосети хотелось бы отметить. Ее вклад в эту работу – это основной поставщик тепла на территории городского округа Люберца. Еще одна важная тема, которую обсудили на встрече с председателями МКД – газовая безопасность. Вопрос, на котором заострили особое внимание, допуск сотрудников газовой службы в квартиры. Сотрудники «Мослоблгаз» ходят в сезонной фирменной одежде. Синего цвета, с серной плечами, с серной вставкой. Справа – бейш с фамилией сотрудника и с его должностью. Слева – фирменный логотип. На правой руке – шеврон. Там написано «Мослоблгаз» и какой филиал. Жителям Люберец напомнили, что ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами возлагается на собственников жилья. При утечке необходимо срочно перекрыть газовый кран, открыть окна и позвонить в службу 112. Уиза и Геозарян Сергей Гвоздев, Люберецкое телевидение. В поселке Вуги продолжается строительство нового детского сада. На месте старого здания появится современное дошкольное учреждение, которое смогут посещать две сотни малышей. На данный момент готовность объекта составляет 65%. С инспекцией строительную площадку посетил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Строительство детского сада в поселке Вуги стартовало в прошлом году. На объекте проложили внутренние и наружные инженерные сети, подготовили кровлю и завершают утепление фасада. На этой неделе уже приступят к отделочным, общестроительным работам. У нас противопожарное остекление. Пакеты изготавливают два завода в России всего, поэтому у нас немножко затяжка идет. А так, в принципе, все готово. Все девять группы готовы уже к отделочным работам. Пищеблок заказан, плитка уже для приема оборудования. Все готово. Осталось за малым достроить. На данный момент на строительной площадке трудится 50 человек. В середине октября, когда начнется благоустройство территории, количество рабочих увеличат. Строительство детского сада на поселке Вуги идет в активной фазе. Сдача этого объекта к концу года. Сюда пойдет 200 наших детей. Этот сад примет первых детей уже в начале 2025 года. Новый детский сад вдохнет в этот микрорайон новую жизнь. Среди зданий, построенных в середине прошлого столетия, появится современный объект с благоустроенной территорией и новейшим оборудованием. В дошкольном учреждении предусмотрено 9 групп, в том числе и ясельных, а также актовые спортивные залы, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога. Луиза и Геозарян, Денис Заугольников, Артем Морозов. Люберецкое телевидение. В Люберцах открыли еще одну детскую площадку. Игровое пространство оборудовали в рамках губернаторской программы. Какую оценку получили новые качели, карусели и канатная паутинка, узнали мои коллеги. Во дворе восьмого дома по улице Гоголя сегодня весело и шумно. Здесь появилась долгожданная детская площадка. Раньше на ее месте были изношены игровые элементы и старое покрытие. Теперь все новое, современное и безопасное. Особую атмосферу праздника для детворы создали аниматоры. Для меня тут был зайка, а мальчик, и девочки, которые там поездки, и шапали паркур. Мне это прищадка очень понравилась. Я хочу ходить туда каждый день, сколько все понравилось. И мне все понравилось, что здесь удобно. Я их понравилась. Территорию нового игрового пространства увеличили до 450 квадратных метров. Теперь будет комфортно проводить время большему количеству детей разного возраста. Построили, строили. Как говорят, мы с ними наконец построили. Детишки очень рады. Они показали всем вообще своим прекрасным настроением, своими играми, что они ждали. Я очень довольна. Только в этом году в округе появилось еще 15 детских игровых площадок. Еще 4 откроют в ближайшие месяцы. В Подмосковье продолжается экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе». В минувшие выходные ее провели еще на пяти площадках округа. Как прошло озеленение обновленного сквера в Краскове, расскажут мои коллеги. Десятки людей вооружились перчатками и лопатами, чтобы поучаствовать в озеленении сквера между новой школой на улице Мичурина, детским садом «Елочка» и жилыми домами на улице КСЗ. Внести свою лепту в благоустройство хочет каждый. У нас открылась новая школа «Спектр» и сделалась новая пешеходная коммуникация для детишек, для жителей в принципе. И хочется, чтобы все было красиво везде и побольше зеленых наслаждений. Несмотря на такую погоду, мы вышли всеми жителями в такую акцию для того, чтобы посадить все деревья и кусты. Мы очень благодарны всем, кто откликнулся и пришел. Вместе с нами высаживают деревья, кустарники в этом новом сквере перед новой школой. Но эта погода для нас, конечно, как для сажающих людей, не очень благоприятная, а вот для деревьев – самый раз. Поэтому мы очень надеемся, что вот сегодня в эту сырую погоду как раз все наши деревца с новой силой приживутся. В сквере высадили липы, рябины и более 200 декоративных кустарников. Экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» продолжится до конца осени. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Люберецкое телевидение. На территории гимназии номер 16 установили памятник, посвященный учителям России. Его открытие состоялось накануне профессионального праздника людей, которые дарят знания и доброту своих сердец детям. На торжественной линейке присутствовали сотрудники администрации округа, воспитанники, педагоги и руководство гимназии. Ученики школы «Флагмана» выступили с танцевальными номерами, после чего на празднике прозвучали стихи Андрея Дементьева «Не смейте забывать учителей». Право открыть памятник предоставили директору гимназии номер 16 Ирине Снегиревой. Быть учителем непросто. Нужно много сил тратить не только на то, чтобы самообразовываться, получать новые знания, но и уметь передать подрастающему поколению. Я очень благодарна педагогам, административно-управленческому персоналу школы «Флагмана» гимназии номер 16 Интерес, что они вышли с такой инициативой по открытию памятника учителям России. Символы этого памятника понятны и близки каждому. Раскрытая книга – это доступные знания и важность образования. Это культурное наследие и традиции. Это следование своей мечте. Глобус – это поиск и открытие новых знаний. Исследование мира, развитие любознательности и критического мышления. Символение, пеликан – это забота учителей о своих учениках. Это мудрость и защита. Это щедрость и самоотверженность. Это сотрудничество и поддержка друг друга. Профессия, в которой не бывает случайных людей. Ежегодно, 5 октября, весь мир отмечает День Учителя. Это праздник тех, чьё призвание не просто дарить детям знания, но и воспитывать в них достойных граждан своей страны. Честование педагогов городского округа Люберцы прошло в 16-й гимназии. На праздники работали мои коллеги. В актовом зале корпуса «Вектор» 16-й гимназии собралась лишь маленькая часть большого педагогического сообщества Люберец. Сегодня в городском округе работают более 2000 учителей. В их адрес сегодня звучат слова благодарности за их нелёгкий, но такой важный труд. Учитель – это призвание, которому приходят, и, наверное, это где-то закладывается от родителей, где-то это очень-очень глубоко сидит в нас. Конечно же, вы уникальные люди, потому что вы посвящаете себя на протяжении всей жизни, давая знания, вкладывая умения, силы, всё, что у вас есть в детей. И потом, конечно же, вырастают взрослые, интересные люди, которые также добиваются очень многого. Образование Люберец идёт вперёд семимильными шагами. В этом году побит рекорд по количеству новых школ и детских садов. В начале сентября в городском округе открылось 4 общеобразовательных и 6 дошкольных учреждений. Мне очень хочется пожелать вам, дорогие мои коллеги, вот это звание учитель – нести гордо по жизни. Это очень сложная, трудная профессия. Когда-то я сравнивала с космонавтами, с шахтёрами, сейчас у нас рейтинги, мы об этом сегодня, наверное, услышим, поговорим. Но любят тех, кто не просто учитель по диплому, да, и не просто потому, что от талификации получил часы в школе, а любят, потому что ты личность, потому что ты человек, интересный человек. У тебя есть интересы, которыми ты делишься с учащимися. Наградами Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства образования Московской области отметили 40 учителей городского округа. Ещё 25 педагогов получили благодарственные письма главы Люберец. По традиции, перед профессиональным праздником вручили сертификаты на квартиры. Четыре учителя стали обладателями жилья по договору коммерческого найма. Луиза и Геозорян, Сергей Гвоздев, Люберецкое телевидение. В рамках всероссийского патриотического проекта партии «Единая Россия» в гимназии номер один открыли парту героя. Она установлена в честь участника специальной военной операции Дмитрия Быкова. Как прошла церемония открытия, расскажет наш корреспондент. Люберчанин Дмитрий Быков находился в зоне специальной военной операции с первых дней. Ушёл на защиту Родины добровольцем. Был рядовым стрелком. Дмитрий погиб 9 августа 2023 года при выполнении специальных задач на территории Луганской и Донецкой народных республик. То, что сегодня о нём говорят, то, что сегодня о нём знают, и знают не только в стенах этой школы, знают во всём городе. Мы гордимся им, мы гордимся нашими выпускниками, нашими земляками прежде всего. Мы действительно увековечиваем память героя. И самое главное, что остаётся нам, это помнить и ценить. Я желаю всем присутствующим мирного неба нам над головой. Не случайно, что парта Дмитрия Быкова установлена в этой гимназии. Здесь участник специальной военной операции учился с первого по девятый классы. И именно здесь сегодня учится дочь героя, которой предоставили почётное право первой сесть за парту героя. Мы испытываем гордость очень такую большую за то, что у нас открыли парту нашему папе, нашему герою. Ребёнок будет сидеть, гордиться. Все будут знать, что он здесь учился. Как только началась мобилизация, он один из первых спустя неделю сам добровольцем шёл на защиту своей родины. И спустя год почти пробыл на Украине и погиб. Героически погиб. Образовательный проект парта героя запущен партией «Единая Россия» в 2018 году. Право сидеть за такой партой получают ученики, которые имеют успехи в учёбе и принимают активное участие в жизни класса и школы. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, Люберецкое телевидение. Два года назад четыре новых региона – Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области – официально стали частью Российской Федерации. Это было решение самих жителей, которые на референдумах высказались за возвращение на историческую родину. В эти праздничные дни мероприятия проходят во многих городах России. И люберцы – не исключение. «Историческая справедливость восторжествовала. И когда два года назад наш президент принял важнейшее решение по вхождению исторических регионов в состав России, то это решение тут же было принято. Люди это оценивают и люди, самое главное, ни минуты не пожалели о тех решениях, которые были приняты. Всех с праздником, всех с вхождением Донбасса и Довороссии в территорию России». Защита людей и самой России от угроз, которые ей пытаются создать на её же исторических территориях – основная цель спецоперации, сплотившей миллионы россиян. В зале собрались семьи участников СВО, ветераны боевых действий, представители общественных организаций и волонтёры, которые отправляют гуманитарную помощь российским бойцам, помогают мирным жителям Донбасса, Новороссии и регионам, страдающим от вражеских обстрелов и бомбёжек. «Мы оказываем посильную для нас поддержку пострадавшим, прикладываем, так сказать, руку помощи для восстановления повреждённой инфраструктуры. И, конечно, мы оказываем гуманитарную помощь жителям Донбасса, Новороссии». «Праздник очень значимый для нас, потому что мы уже второй год празднуем воссоединение Донбасса, Новороссии с Россией. Ну, как бы мир восторжествовал, и я считаю, что так и должно быть». «Прищайтесь домой, мальчики, кто ждут и за вас, все молятся, просто помощи у всех ангелов, будь речь сохранить и рву с тобой». С этой песней заслуженная артистка Московской области Татьяна Матвеева выступала перед российскими военнослужащими и жителями Донбасса весной прошлого года. «Когда ездили на Донбасс, то и помимо того, что выступили с концертом для ребят, которые отправлялись потом на передовую, и посмотрели, как восстанавливаются объекты, то есть там и поликлиники восстанавливаются, и мы вот просто своими глазами видели, как там очистные сооружения, тоже важные такие вот коммуникации. Обстановка такая сложная достаточно у людей, но настроение оптимистичное очень, дух патриотизма такой, очень, ну и вообще желание, чтобы было мирное небо над головой у всех». Концерт, посвященный второй годовщине принятия в состав России четырех новых регионов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продлился почти два часа. Любимые песни пели всем залом. «Я лечу над Россией, над Россией моей». Богдан Колесников, Денис Заугольников, Люберецкое телевидение. Томилинское научно-производственное предприятие «Звезда» отметило 72-ю годовщину со дня основания. История «Звезды» тесно переплетается с развитием отечественной авиации и космонавтики. В честь этого события на предприятии прошел праздничный концерт. Там работала съемочная группа нашего телеканала. Юрий Гагарин, первооткрыватель космоса, во время своего первого полета был облачен в скафандр, изготовленный на предприятии «Звезда» и использовал разработанную его специалистами систему приземления. За 72 года своего существования компания не только сохранила свои позиции, но и добилась значительных успехов. В настоящее время завод является крупнейшим поставщиком систем жизнеобеспечения для летчиков и космонавтов по всему миру. 72 года назад, в октябре 1952 года, приказом министра авиационной промышленности Хрончева, было создано наше предприятие. Предприятие, которого в стране не было до того периода и которого нет сейчас. Настолько мы уникальны, настолько разнообразна наша тематика и настолько важным делом мы занимаемся. Низкий вам поклон. Большое спасибо за это. Любовь Генералова сегодня в числе почетных сотрудников. В этом году отмечает 50-летие трудовой деятельности. Любовь Борисовна прошла путь от мастера до начальника цеха. Предприятие «Звезда» – первая и единственная запись в ее трудовой книжке. Мы занимаемся выпуском ответственной продукции, делаем кресла для выхода в космос, скафандры делаем. Работу свою я люблю за то, что мне нравится работать с людьми. Это во-первых. А во-вторых, я понимаю, что на меня возложена ответственность. Потому что я запускаю изделия в работу, я слежу за сборкой. Где-то какие-то неполадки, всегда стараюсь их уладить, чтобы это своевременно пошло на поставку. Потому что мы и объекты обеспечиваем, запуск в космос и все. Сотрудников одного из самых важных предприятий страны поздравил и глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Вино и ядро каждого предприятия – это люди. Самое ценное, что есть – это человеческий капитал. И то, что такой капитал есть у нас, мы за это и благодарны в первую очередь, и горды этим. Я желаю в будущем, конечно же, выпуск продукции только увеличивать. Потому что продукция вашего предприятия спасает жизни с праздника. Лучшим сотрудникам вручили почетные грамоты от Федерации космонавтики России, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и благодарности от главы городского округа. После награждения для гостей выступили творческие коллективы округа. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, Люберецкое телевидение. Одному из крупнейших теплоэнергетических предприятий Московской области, акционерному обществу «Люберецкая теплосеть» исполнилось 55 лет. О буднях и праздниках коллектива в репортаже моих коллег. Сегодня «Люберецкая теплосеть» – это пять эксплуатационных районов, 75 котельных, 95 центральных тепловых пунктов. Вырабатываемая мощность всех котельных и ЦТП позволяет обеспечить теплом более полутора тысяч многоквартирных домов и 131 социальный объект округа. Сегодня нам исполняется 55 лет. Уже десятилетия сотрудники «Люберецкой теплосети» обеспечивают надёжную работу оборудования и поставку тепла «Люберчан». Всё-таки основной ресурс нашего предприятия – это наши люди, наши сотрудники, которые поддерживают работу оборудования в надлежащем режиме и обеспечивают подачу тепла «Люберчанам». На предприятии трудится более 900 человек. Вклад в общее дело вносит каждый. Максим Чудненко здесь работает четверть века. Прошёл путь от мастера до начальника района теплоснабжения. Как и у многих сотрудников, «Люберецкая теплосеть» – первая и единственная запись в трудовой книжке. «Очень много людей работают по 15, 20, 25 лет. То есть, как у нас говорит наш главный инженер Андрей Львович, в теплосеть ноготком завес, и всё. Либо навсегда остаётся, либо человек через полгода уходит. Теплосеть для меня – это второй дом, вторая семья. Здесь у меня очень много друзей, коллег, крепких, настоящих, верных, преданных, на которых я могу положиться и которые могут положиться на меня». В честь юбилея предприятия в актовом зале собрались лучшие из лучших. Излучали поздравления от коллег, депутатов, главы округа. «Планы у нас очень серьёзные. Предприятие всегда будет развиваться. Огромное спасибо всем, кто работает. Особые слова благодарности это нашим ветеранам. Это, конечно же, династиям, которые работают в теплосети. Тепло в доме, горячая вода, отопление – это всегда это вы. Поэтому спасибо вам за ваши труды, за вашу работу». Сотрудникам, которые вносят большой вклад в развитие предприятия, вручили награды. Залог успешной работы коллектива и предприятия – преемственность поколений. В Люберецкой теплосети этому уделяют важное значение. Наравне с опытными специалистами работает молодёжь. «Тут у меня есть и старшие наставники, то есть я инженером работаю, и есть лесаря, которые тоже подсказывают. У них опыт уже есть большой. У меня не очень, я уже полтора года работаю. Но преемственность большая. То есть всегда помогают, дружный коллектив у нас очень. Я поздравляю Люберецкой теплосети с 50-летием». За более чем полувековую историю Люберецкая теплосеть сделала огромный скачок в развитии инфраструктуры и научно-технического потенциала, достигла высоких производственных показателей. И это только начало. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, Люберецкое телевидение. Они всегда молоды душой. 1 октября по всей стране отметили День пожилого человека. Только в городском округе Люберцы проживает более 80 тысяч людей старшего поколения. Для представителей серебряного возраста организовали концерт в Люберецком дворце культуры. Тему продолжит наш корреспондент. Вспомнить музыку молодости и услышать слова благодарности. Сегодня в этот зал пришли те, кого сейчас называют старшим поколением. И в этот день они принимают поздравления. Хочу сказать огромное спасибо вам за ваши труды, за все, что вы делали на протяжении многих лет. Самое главное, что не остаетесь стороне. Сейчас помогаете, подсказываете молодежи, новому поколению передавать эту эстафетную палочку. Дай Бог всем здоровья, хорошего настроения, позитивного настроения. И чтобы мы в дальнейшем всегда так же шли вперед, вместе, рука в руку для реализации всех задуманных планов. Спасибо вам большое. Яркие костюмы и красивая музыка. Праздничное настроение гостям мероприятия подарили местные артисты и творческие коллективы. Со сцены звучали всем известные и дорогие каждому песни. Я в восторге. Я прям сидела и пела, и чуть не плясала с ними вместе. Молодцы, ребята, молодцы. Хороший концерт. Я с удовольствием оставила внуков. Они там, бабушка, мы одни посидим, ты не волнуйся. И, конечно, с удовольствием пошла на этот праздник. Праздник, ну, это касается нас, пожилых людей. Очень приятно, что о нас помнят. Не только в Люберцах, наверное, по всей стране. Это очень даже приятно. Но что Люберцы не отстают нигде, ни от чего. Это вообще в 10 раз приятнее. Настолько мило, настолько приятно. Настолько вот прям я не могу сижу, у меня сердце разрывается. По окончанию праздничного концерта представителям серебряного возраста вручили памятные подарки. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, Люберецкое телевидение. На стадионе «Урожай» в Томилине провели четвертое первенство городского округа Люберцы по масс-рестлингу среди школьников. За финальными поединками наблюдали и мы. Давай, давай, давай. Работай, сними. Давай, на дверь. Красава. В округе первые соревнования по масс-рестлингу провели пять лет назад. В этом виде спорта, пришедшем к нам из Якутии. Возрастных ограничений нет, а правила игры просты. Вырвать палку из рук соперника или перетянуть его на свою сторону. Люберецкая молодежь любит познавать все новое. И в этом году за звание чемпиона состязались уже более 70 школьников от 12 до 15 лет. Я второй раз участвую. Я в прошлом году ездил, ну, не победил. Но в этом году я готовился, год, получается. И вот сейчас выиграл первый. Первый турнир выиграл уже. Я буду дальше совершенствоваться в этом. Вот. Думаю, занять первое место. Давай! ВЫСТРЕЛЫ! 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 Теперь открыл для себя новый вид спорта – масс-рестлинг. От школы позвали, решил участвовать. Я, конечно, рассчитывал на свою победу, но соперник оказался очень сильным. Но я одержал победу. Очень рад свою победу и буду дальше участвовать в этих соревнованиях. За призовые места боролись спортсмены в 10 весовых категориях. Вероника Доморадская в своей победе не сомневалась. Она не раз представляла честь Люберец и всего Подмосковья на престижных соревнованиях. Сегодняшний поединок был достаточно прост, ведь я уже побеждала на достаточно серьезных соревнованиях на Центральном федеральном округе и стала чемпионкой. Дальше больше хочется что-нибудь России, а то и может быть выше. Буду идти до конца бороться, стараться, тренироваться, чтобы все было хорошо. За этот год есть чемпионы ЦФО уже в разных весовых категориях. А за прошлый год у нас есть серебряная медаль первенства России и три бронзы. Поэтому мы на этом не останавливаемся, у нас большая амбиция. Мы благодарим всех тех, кто нам помогает. Победители представят честь Люберецкого округа на первенстве Московской области. Его проведут 4 ноября в Долгопрудном. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Люберецкое телевидение. А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях, либо на нашем сайте ltv24.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин